Всем здарова, народ! С вами снова я, Матрик, и мы продолжаем карьеру за Реал Мадрид. И как только на его канале наберется 3500 подписчиков, он разыграет среди своих зрителей любую футбольную форму на их вкус. То ли это любимый клуб, топ-команда или сборная. Так что переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. В этой зерее вас ждут несколько матчей. Скорее всего, мы сыграем с Арсеналом и сыграем с Барселоной. Ну а третий матч я пока оставлю в секрете. Матч с Элтиком я симулирую. Ишь по одной причине, потому что он мне неинтересен. Ну и ребята, мы спокойно побеждаем. Счет на табло 1-0, а значит, что мы получаем 3 очка в свою копилку. Ну и следующий матч все-таки я сыграю сам. Атлетик Бильбао идет на второй строчке. И с ними желательно сыграть. Ну и буквально за месяц мы, ребята, заработали 200 миллионов евро от продажи футболок. Выполнили одну задачу. Поздравляю. Ну и ребята, настало время благодарить вас за поддержку. Тысяча лайков набрано просто на раз-два. Спасибо вам. Жесткая пощечина очень сильно меня расстроила. Вы помните, кто дал мне эту пощечину? Это был Атлетик Мадрид. Но сейчас, ребята, я готов биться. И биться, как говорится, до конца. Что ж, вперед играть в ливень. Я надеюсь, что моя команда меня не подведет. Реал Мадрид – это Атлетик Бильбао. Сантьяго Бронабео. Седьмой тур Ла Лиги. И он стартует именно с этого матча. Атлетик Бильбао идет выше нас. Да, будет сложно. Но я должен постараться сегодня добыть победу. У Атлетик Бильбао лучшая защита. Пропущено всего пять мячей. А когда-то у нас была лучшая защита. Но один матч все просто разрушил. И вот состав Атлетик Бильбао. У них в воротах сегодня стоит Кепа. Также в защите есть Сане. Ну и Маркана. Это вот их, по-моему, новый защитник. Есть еще в полузащите Сан-Хосе. Один из самых интересных полузащитников. Ну и Вильямс. Вильямс является просто будущей суперзвездой. Не побоюсь этого слова. И давайте попробуем победить сегодня Атлетик Бильбао. Надеюсь, у нас это получится. О, нифига себе. С первых минут мы вон какую комбинацию разыграли. Что ж, счет становится 1-0. Ну и как хорошо сыграл Александра. Ну и вот в сам момент. Посмотрите на эту передачу. И дальше Гакуна Гуэро тоненько сыграл. Но Александру просто успел прибежать. В нужное место. В нужное время. Казимира. Ой-ой-ой. Неплохой заброс. О, нифига себе. Какая передача тонкой вышла. И хорошо, что есть Дехея у нас. Ну и Вильямс тоже не очень хорошо сыграл. Александра. Пас на Тони Кросса. Удар. И мимо. Ну что ж, первая половина подошла к концу. Но кроме начала ничего не было интересного в этой первой половине. Да, в начале смогли забить. И это самое важное. Ну что ж, продолжаем. Аценсия. Хорошая передача на Куна Гуэро. Ииии. Великолепный гол. И Куна Гуэро. Удваивает наше преимущество. Куна Гуэро доказывает еще раз всем, что он отличный форвард. Да. Интересно, найду ли я ему замену? Вот в чем вопрос. Хорошая передача в центр. Тони Кросс. Ииии. Дальше великолепно. Просто великолепно играет Тони Кросс. И забивает Куна Гуэро. Круто. Круто разыграли все. Куна Гуэро оформляет дубль. Ну а мы, ребята, выигрываем пока со счетом 3-0. Ну и давайте выпустим Грея. Я обещал ему игровую практику. Также можно выпустить Иска. Тем более, что у него рейтинг теперь 88. Иска растет просто на глазах. Я думаю, что Иска может даже занимать место в основе. Но вот вопрос. Вместо кого? О-о-о. Ну не-не-не-не-не. Нельзя такое пропускать. И хорошо играет Александру. Но там все-таки был офсайд. Грей. Хорошая играет Грей. И как прошел. И как пробил. Это 4-0. Ну, отличный игрок. Он просто растет на глазах. Прибавляет и прибавляет. Представьте, ребята. Кто бы мог подумать, что Грейс так будет играть. Особенно на фланге. Ну, это просто великолепный проход. Ну и какой гол. Демарай Грей забивает на 90-й минуте. И делает счет 4-0. Снова Александра. Демарай Грей. Передача в центр. И все. Матч закончен. Счет на дабло 4-0. И это просто, ребята, великолепная встреча. Да, все, наверное, решил вот этот быстрый гол на первых минутах. И лучшим игроком встречи признан Александра. Ну и по итогу этого тура мы занимаем вторую строчку. Одно очко остается до Барселоны. Но вроде бы Барселона так близко. И в то же время так далеко. Тот Фулхам хочет взять Оскара в аренду. Давайте отправим. Ну и пришел очередной отчет об испанцах. Ну нет, ребят, нормальных испанцев. Даже того я скипнул. Потому что мне нужен все-таки прям офигенный топ. Испанец. А у него потенциал был какой-то, ну, непонятный. Матч с Реаллс и Сидадом мы, ребята, симулируем. Надеюсь, мой состав покажет хорошую игру. Тем более, что Реаллс и Сидадом затяжная серия поражений. Ну и сейчас мы ее продлеваем. Агуэра оформляет дубль. Агуэра просто опять феерит. Что с этим парнем? Как только почувствовал, что уходит, сразу начал забивать. Сидан, к слову, прокачался. Ну и следующий матч у нас матч с Арсеналом в Лиге Чемпионов. И там, кстати, через два дня будет матч с Барселоной. Я думаю, что стоит сейчас выйти вторым составом, чуть-чуть рискнуть. А лучше с Барселоной сыграть первым. Потому что матч с Барселоной все решится. Решится именно судьба первой строчки. Я боюсь сильно отстать, что ли. Так что придется пускать второй состав, но немного измененный. В этот раз я не буду сильно, ребята, экспериментировать. Поставим обратно Белерина на фланг. Потому что без него никак. Ну а в принципе можно еще вместо Казимира поставить Иска. Ну и хотел бы еще испытать Сайнца. Так что давайте Ладоначо Фернандес в этот раз будет в запасе. Ну а мы испытаем Сайнца и посмотрим, на что этот парень способен. Матч с Арсеналом. Играем мы, как всегда, в домашней форме. Против Арсенала, который будет играть дополнительный, чисто для Лиги Чемпионов. Ну и что ж. Легендарный. Пять минут облачное. Вперед показывать Арсеналу, кто батя в Лиге Чемпионов. Ну и пускай второй состав. Но я постараюсь. Лига Чемпионов, Реал Мадрид, Арсенал. Сантьяго Барнабео приветствует вас. Стадион, конечно, просто великолепный. Великолепная атмосфера. Великолепная атмосфера Лиги Чемпионов, конечно же, будет заряжать нас энергией. И мы должны показать сегодня отличную игру. Ну и вот так вот выглядит таблица Лиги Чемпионов. Мы идем на второй строчке. Хотя, в принципе, разница с забитых и пропущенных одинаковая. Ну и вот состав Арсенала на ваших кранах. Что ж, у них есть в составе Сержа Роберто. У них есть Лаказет. У них есть Азил. Эль Нени, как Лена, это единственные полузащитники, судя по всему. И Кули Бали. Да, ребят, Кули Бали перешел все-таки в Арсенал. Ну а мы начинаем этот матч. Конечно, нужно постараться. Нужно хотя бы добыть сегодня ничью. О победе пока не говорю. Потому что второму составу будет очень сложно ее добыть. Хотя, по рейтингу-то более-менее даже не уступаем. Вернер, отличная передача на Эдегара. Эдегар может открывать счет в этой встрече. Ну и промахивается Эдегар. Эдегар, отличная передача на Вернера. Не было офсайда. И Вернер делает счет 1-0. 1-0, да. То, что нужно было. Это открыть счет в этой встрече. Ну и давайте посмотрим на эту передачу. Эдегар просто великолепно отдал. Ну и Вернер пробил просто потрясающе. Смотрите на удар Вернера. Потрясающий удар прямо в девяточку Эдегар Ой-ой, какая передача опять получилась Вот игра И Грей, 2-0, так быстро Я не верю своим глазам Вот так вот Грей просто красавчик Бежит, бежит праздновать к тренеру Вот так Офигеть, офигеть Посмотрите на эту передачу Эдегара Ну просто красотень И Серджи Роберто не успел за Греем Грея просто не остановить Ну и косяк тут Чеха на самом деле тоже есть Ближний угол нужно крыть 2-0 на 23 минуте Это лучшее, лучшее, что могло случиться с этим составом И в этом матче И Сайенс пытается играть по игроку Но сложно, сложно когда В составе соперника есть вот такие игроки Да, 2-1 Недолго музыка играла Недолго Фрайер танцевал Но проморгали, мягко говоря проморгали Тут не успел немного Защитник что ли Да еще и люди Руки поднимали, что якобы офсайд Нет, не было никакого офсайда Все было забито чисто Ой-ой-ой, как и передачи 2-2 Вот так вот быстро Че-то, че-то, ребят Я понять не могу Как так получилось? Вернер Хорошая передача на Грея Грей Но просто не дает никому шансов сейчас Грей, пасуй дальше Но поздно Поздно с этой передачей Я немного затянул Надо было раньше отдавать Ну что ж, 2-2 Интересный матч Складывается Надо дать должное сопернику Просто борется изо всех сил Конечно, Сайенс, походу, не вошел в игру Не было ни одного хорошего полезного действия Нужно, ребята, менять его И сейчас я этим займусь Да, извини, Сайенс Но Эта игра не для тебя Пускай выйдет лучше на Чуфернад Как Лен Азил Ну и хорошо Играет у нас Защитник Ой, ну нет Ну нет Ну как это можно было пропустить? Я просто не понимаю Посмотрите на этот момент Лаказет Пасует в центр Дальше Алексис Санчес И просто Опять подстраховки не было А потом обижается Манулс, что я Его, ребята, не Выпускаю Эдгар Отличная передача на Иска Иска, забивай Двойной сейф Чеха Ковачич делает подачу Крирок Головой бьет И какая скидка на Мануласа Это 3-3 90-ая минута Посмотрите, Крирок вышел Сделал скидку на Мануласа И тот реабилитировался За тот косяк Офигеть Вот это матч Смотрите, офигевание Мустафи Типа, какого хрена, бро? Манулас, красавец Теперь я могу ему все простить Но это просто сумасшедший матч получился Я... Я просто в шоке 3-3 3-3 Вот так вот Кто бы мог подумать Знаете, что самое интересное? Мы вели со счетом 2-0 А в итоге Вон как все вышло Манулас спас игру Хотя сначала похоронил ее Ого Что с Барселоном случилось? Она проиграла свой матч В 8-ом туре И причем Проиграла, судя по всему Атлетик Мадрид Вау Да, Атлетик Мадрид Просто всех сейчас делает Под орех И возвращается в топ-5 Посмотрите Черешу занимает 6-ю строчку В списке бомбардиров Агуэра занимает 2-ю Систа занимает 1-ю С 7-ю мячами И это всего, ребят, за 8 туров Бартелона, конечно, имеет сильный состав Это действительно, ребят Эль Классика Эль Классика в новой обертке И в чемпионате Борьба за первую строчку продолжается Сегодня нужно обязательно брать победу И, ребят, играть красиво Леонель Месси готов Леонель Месси готов К этому Бою И Роналду тоже Смотрите Разминается просто как зверь Как тигр 9-й тур Ла Лиги Барселона Реал Мадрид Да, играем сегодня в гостях Будет капец как сложно Меня сильно пугает То, что мы с сильными соперниками Совершенно играть не умеем И иногда сливаем им С крупным счетом Как я говорил Барселона идет на 4-й позиции Им сегодня нужна победа Чтобы вырваться, кстати, на первую строчку То есть у них тоже есть шанс Ну и нам нужна победа Суарес готов Суарес готов к этому матчу Так же, как и Леонель Месси, наверное Капитанскую повязку у них получает Судя по всему Маркизио, да? Нифига, он уже до капитана дослужился И вот состав Барселоны на ваших кранах Что ж, в воротах у них Терштеген Вальвердо их тренирует И схема выбрана 4-3-3-3 Неспроста Играть они будут в основном, конечно же Через фланги Потому что на флангах у них Хорошие ребята Такие как Делофео и Месси Центр, конечно, полузащиты преобразился Маркизио чего только стоит Ну а наш состав вы видели Так что давайте приступим к этой встрече Я желаю только своей команде победы Ух ты, какая передача от Асенсио И... Ой, и Азар тут отлично остановил мяч И Роналду Как отобирай ты и забивай Умтити просто самоотверженно перекрывает ворота Белерин Подача Опять Криро тут И... Мимо Сколько же нужно еще моментов Роналду? Я не знаю Но вот этот был очень хороший момент Подача Месси Слишком хитро пытался сыграть Но... Белерин вроде бы Хотел выбить нормально Но не получилось Маркизио Тонкая передача И это один Аль Барселона повела Не такого я ожидал Вроде бы мы атаковали весь матч А Барселона одной атакой Нас поразила Смотрим еще раз на этот момент Альба Отлично отдал на Маркизио И Маркизио просто увидел вовремя Суареса А Рамос уже просто не успел Ну и что? Пенальти что ли? О да он нырнул Я его корпусом Ёпара СТ Чего я и боялся Ё-моё Ладно Пускай это будет на совести судьи Может быть действительно был пенальти Эй Черт Раз ты не в тот угол На второй половине я изменю немного Свою позицию Свою может быть схему Я не знаю Свою игру Но это просто сейчас Какое-то избиение котенка Может быть сейчас Азарда решает что-нибудь Ооо Ну тут если не было Нарушения правил То почему Почему ты там свистел-то Блин Судья Алё Ну это капец Ну это капец просто Я не знаю как еще это назвать Судья просто видел Такой же в точности момент У меня улетел Азарда на 3 метра А он его Блин это Якобы это было в корпус сыграно Да идите вы нахрен С таким судейством Блин Просто идите нахрен Казимира вообще себя не оправдал Он не держит вообще центр Он не играет опорника Как Раньше играл Давайте пустим Тони Кросса Ну обратно Вернем точнее Тони Кросса Может быть в второй половине Еще выйдет Модрич Я не знаю Ребят Пускай выйдет Марселла еще Потому что Александр Меня вообще не впечатлил Не держит вообще Месси Месси делает все что хочет Вот сейчас Ой-ой-ой Ну что это за подкат то был Чистый блин Почему такой подкат прошел Ой Марселла Молодец Иии быстрей 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 Не было офсайда Не было 2-1 Еще не все потеряно Быстрей бери мяч Вперед отыгрываться Что ж 2-1 Еще есть время Еще есть гребанное время Ну и Марселла Молодец Так и Роналду с мячом Роналду Передача в центр Пошло И Семеду Как он угадал Как он угадал Этот момент Ну как Ну и вот Атака на фланге И походу Ребята Эти действия И закончится Матч Да Проиграли С счетом 2-1 Черт Извиняюсь за этот шум Это просто капец Меня так бомбит Сейчас неистово Не было моментов Вообще у Барселоны Не было Кроме тех двух Я не знаю Надо посмотреть еще раз Тут момент с пенальти Скорее всего Был пенальти Это я просто сейчас машню Не покажут Да Тут момент Когда назначался Нет Не покажут Только вы Ребята Узнаете Что там было 5 сейвов У Терштегина 1 сейв У Духея Я не знаю Кого винить В этой встрече Наверное Только себя Надо было играть лучше Лучшим игроком Кстати признан Серхиогуэром Но блин Опять же Если бы Не было того пенальти Может быть Счет был бы Я 1-1 Опять я расстроен В конце серии Я не знаю Что не так Либо я играть не умею Либо просто Какое-то гребанное Стечение обстоятельств Корее всего Я играть не умею Бля Черт Ладно ребят Со спортингом Мы уже сыграем В следующей серии Спасибо О нифига себе Нифига себе Посмотрите на Вот это вот Стечение обстоятельств Видели там Там оказывается Барселона проиграла А это Барселона Б Все ясно Тогда Спасибо всем большое За просмотр Спасибо большое За лайк Спасибо за комментарий Если вы хотите Помочь каналу То просто достаточно Репостнуть к себе На странице ВК Этот видос Либо Просто поделиться С кем-нибудь В любой социальной сети Либо просто Ссылку кинуть Ну а так Можете поставить Даже лайк Просто Я знаю ребят Что Последний матч Вы явно Другого ожидали Но Ладно Был ли пеналити Или нет Пишите в комментариях Ну а с вами был Медрик Всем спасибо Еще раз за просмотр Всем удачи И Пока-пока-пока Увидимся В следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok